Как поднять свою самооценку? Вы знаете, самооценка зависит от нас. Очень часто нас по жизни сопровождают люди, которые ее понижают. Пытаются нас оставить на определенном уровне, чтобы, не дай бог, мы не высунули голову, не стали ярче, чем они, успешнее, чем они, красивее, чтобы не привлекали больше внимания. Очень многих людей устраивает, чтобы их половинки сидели в золотой, это в лучшем случае, а как обычно в ржавой дешевой клетке, и не высовывались, мужики боятся, что женщины вылетят из клетки, раз, пахнут крылышки и улетят. Если к ним относились не очень, еще и нагадят на головушку, понимаете? Очень многие ломают нашу самооценку, очень многие женщины ломают самооценку своего мужика, давят на него, берут над ним власть, становятся мудрее, сильнее, высасывают все из него соки, а когда уже ничего от него не остается, теряют к нему интерес и посылают нафиг. Наша самооценка в нашем с вами состоянии души и внешнего вида. Если каждое утро вы будете себе говорить, я самое нереальное, я самое яркое, я самое красивое, я самое офигительное, будете заниматься собой, будете ходить на фитнес, будете выглядеть обалденно, избавитесь от дерьма и мусора, который вас окружает, от лживых друзей, подруг, от тех, кто вам завидует, от тех, кто использует вас, от половины, которые берут от вас все, что можно взять, а когда действительно вам что-то нужно от них, они вдруг куда-то сливаются, понимаете? Избавьтесь от этих людей, поднимите свою самооценку, пусть весь мир крутится вокруг вас, а не вы вокруг какого-то величества или какой-то королевы, понимаете? Цените себя, любите себя, дорожите собой. И если у вас пониженная самооценка, лишь вы единственный человек на земле, который может ее поднять. Задайте себе вопрос, почему я не успешно, почему я не любим, почему я не клевый, почему я не шикарный, почему у моих подруг Гуччи, Версачи, Армани, а у меня этого нет? Почему у него клевая тачка, у него клевая работа, а я сижу как лошара в офисе, ничего не зарабатываю и просто прожигаю дни и ночи? Не потому, что у кого-то богатые родители, не потому, что у нее клевый любовник, а потому, что у этих людей офигительная самооценка. Если девочка, девушка, женщина с юности будет поднимать свою самооценку и требовать к себе внимания и уровня, то так и к ней потянутся. Если мужик с самого первого дня в своей взрослой жизни скажет, что я король, я решаю все, я неведомый, я вам не лошок, нельзя меня просто взять, использовать, выбросить, к нему будет так относиться. Чем серьезнее ты предстанешь пред толпой, тем серьезнее тебя и будут воспринимать. Если ты дешевка, пустышка, неинтересный, невеселый человек, к тебе такое и будет отношение. Если ты глупая, просто красивая картинка, которая себя не ценит, не уважает, которая разменивается на дешевейших мужиков, к тебе также и будут относиться. Если ты сразу скажешь, я королева, будешь требовать ко всем уважения к себе. Я не говорю о зазнайстве, я не говорю о том, что на пустом месте муха на стекле. Нет, я говорю о реальном факте. Если вы реально займете собой внешним видом, если займетесь своим отношением к людям и будете всегда строить перед вами и людьми стену, поверьте, все люди будут мечтать через нее перелезть, чтобы на вас посмотреть. А если вы всегда будете простые и открытые для всех, вот, набери, не хочу, хочешь, возьми, бросишь, хочешь, используй, кинешь, то к вам так и будут относиться. Поднимите свою самооценку, заставьте себя быть лучше, как визуально, так и эмоционально. Больше улыбок. Если не получилось что-то в личной жизни, забудьте, не получилось, идите дальше. Если не получилось на работе, найдите другую, работайте над собой, понимаете, не забивайте себя в долгий ящик. Не думайте, что жизнь это просто попить пивка с друзьями, сходить на футбол, жениться или не жениться. Не думайте, что жизнь просто наготовить мужу борщей, нарожать детей и ждать его с работы. Нет, жизнь это громаднейшие необъятные просторы и возможности для каждого человека. И чем больше у тебя размах крыльев, тем больше горизонтов ты сможешь покорить. Поднимай свою самооценку, работай над собой, будь офигенным, будь невероятным, будь невероятной, красивой, эмоциональной, сексуальной, желанной. И тогда ты будешь решать свою судьбу, а не какой-то мудак в твоей жизни. Будь обалденным, классным, щедрым, добрым мужиком, радуй женщин, цени их найти на руках. И тогда ты будешь решать, с кем тебе жить, на ком жениться и с кем спать. Поднимайте свою самооценку и избавляйтесь от мусора, который ее только опускает. И порхайте, словно орлы над облаками.